Привет, друзья! Все же мы, наверное, негодуем, когда видим, как какая-нибудь сволочь наживается на людском горе. Негодуем, но уже скорее по привычке, ибо такое сплошь и рядом, особенно, когда беды на простой люд сыплются, как из рога изобилия. Но это явление не только нашего вырожденческого века. Такое было и раньше, и не могло не подмечаться литераторами. Где-то в прямом пересказе событий, а где-то в гротеске и сатире, часто раздвигая рамки вопроса и давая посмотреть на ситуацию чуть шире. И сегодня хочу вместе с вами полистать текст как раз из второй категории, ведь это не про них, это про нас. Попрошу поставить лайк, чтобы алгоритмы подкинули видео кому еще, и давайте разберем небольшой рассказ Ильфа и Петрова в ассесуалии лоханки. Илья Ильф и Евгений Петров – мастера отечественной сатиры. Про 12 стульев и золотого теленка, полагаю, слышали вообще все. На мой взгляд, это просто потрясающий документ эпохи, иронизирующий над пороками общества времен НЭПа. Но сегодня у нас один из рассказов из цикла «Необыкновенные истории жизни города Колоколамска». Эта книга тоже отражает общественную мораль того времени, все те явления, что тянула мещанская ментальность в общество нового типа. Я к этой искрометной книге уже не так давно обращался, ссылочку на ролик в описании оставлю. Там тоже поучительный рассказ. Опять же, не про них, колоколамцев, а про нас. Но давайте к сегодняшнему тексту. Рассказ Васисуали Лоханкин назван по имени жителя Колоколамска, пинчуги-гробовщика, что в один прекрасный день, причем вполне себе на трезвую голову, взбудоражил весь город. Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость. Конец света! Потоп! Разверзлись хляби небесные! В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет! Уже два ответственных работника утонуло! Светопредставление начинается! Довели большевики до ручки! Поглядите-ка! И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии. Другие впечатлительные горожане быстро развили эту тему. Некий гражданин Пферт заявил, мол, есть сведения, что Москва была уже затоплена и реки повсюду вышли из берегов. В чем он, Ферт, видел кару небесную. А некая Сицилия Петровна заявила, что потоп в райцентре ждали уже давно и сейчас в городе паника. Ей это знакомый коммунист рассказал. И принялись колоколамцы искать спасение. Кто-то предлагал всем городам переехать. Кто-то расстрелять небо из пушек. Но идеи были отвергнуты. Ибо Лоханкин заявил, что переезжать некуда. Апокалипсис повсеместный. Ну а пушек для разгона облаков просто не нашлось. И вот тут местный морской волк Ной Архипович Покатило, который стоял немного подаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы, заявил, надо строить ковчег. Считаться не приходится, сказал он. Благодарить будете после избавления. Ну и началась работа. Колоколамцы все вместе трудились, не покладая рук. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебристым и золотым глазетом. Считаться не приходится, все повторял Ной Архипович, когда люди несли свое для общей стройки. Но как только ковчег был достроен, риторика очень сильно изменилась. Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все. За вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать. С первых пассажиров, в числе которых были месье подлинник Пферты Сицилия Петровна, сменившая утренний капот на брезентовый тольер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога Катеньку, за что был допущен внутрь с женой и вечно зеленым фикусом. У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких, поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ной Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Ковчег не резиновый, кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью. В итоге, кто смог заплатить и чью плату капитан счел достойной, тот и попал на спасительное судно. Двери захлопнулись, дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли, обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось. Действовать решили, как в писании. На четвертый день избранные колоколамцы выпустили через люк в крыше ковчега в ворону. Она не вернулась, из чего сделали вывод, что вода с земли еще не сошла. На пятый день выпустили еще одну ворону, и та прилетела обратно уже через пять минут. К левой ее ножке была привязана записочка. Вылезайте, дураки! Колоколамская элита бросилась наружу и увидела, что ковчег стоит на том же месте, где и началось его великое плавание. «Позвольте, где же потоп?» – закричал разобиженный Пферт. «Это все Лоханкин выдумал». «Я выдумал», – возмущенно сказал в ассесуалии Лоханкин. «А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула?» «Тоже Лоханкин». «Считаться не приходится», – загремел похотила и ударил гробовщика вороной по румяному лицу. Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи. И вроде бы текст юмористический, но обратите внимание на персонажей и их поведение. И главный герой тут, на мой взгляд, вовсе не гробовщик Лоханкин, он просто триггер. Главный герой тут само общество, сам Колоколамск, как собирательный образ мещанских нравов провинциальных горожан. Ковчег строили всем городом, стройматериалы нес каждый. На кону жизнь и действительно считаться не приходится. Ковчег нужен всем, он – общественное благо, и его создает все общество. Но что происходит с результатом труда? Ной Архипыч его приватизирует и начинает им торговать, присваивает общее. И тут уж извините, коль карманы пусты, погибайте, сэ ля ви. И колоколамцы это принимают, даже не задумываясь об абсурдности всей ситуации. И почти уверен, наш современник, если прочтет этот рассказ, будет смеяться над героями. Глупыми, наивными, жуликоватыми, но не замечающими, как их дурят. Но давайте ответим себе на один вопрос. А чем мы отличаемся от колоколамцев? Разве мы не принимаем коллективного Ной Архипыча? Разве не огромные массы людей трудятся для создания общественных благ, а кто-то другой монетизирует результаты их работы? Но кто-то обязательно скажет, это просто распределение труда, что ты к абсурду сводишь? Нет, друзья, это не распределение труда, это эксплуатация и присвоение прибавочной стоимости. Ведь в рыночной экономике все производственные материалы покупаются по рыночной цене. Все, кроме человеческого труда. Именно поэтому у колоколамцев никогда не хватит денег выкупить весь ковчег. А Ной Архипыч скорее пустит его на дно и спасется в одиночной шлюпке, чем откажется от привилегий. И вот мы посмеиваемся над колоколамском, даже не заметив, как сами в нем давно прописались. Друзья, у канала нет никакой монетизации, так что если поддержит делом выход новых видео, буду очень благодарен. Номера карты, ссылка на бусте в описании. Там же ссылочки на альтернативные соцсети, залетайте. В телеге вообще каждый день общаемся, ну и сами знаете, какие тучи над ютубом ходят. Но пока не заблокировали, подписки, репосты, лайки дают понять, что мы движемся в правильном направлении. Ну а на сегодня все. Всем добра, всем панк-рок. Смысл был. Но по сарам, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok